Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Давайте сегодня поделимся с вами об одной прекрасной теме. Тема относится, как всегда, к Иисусу Христу. Но будем провести параллели некоторые в нашей жизни, потому что у нас есть один единственный образ, икона – это Христос Иисус. Икона, айкон, образ. Сегодня люди делают ручные образы, однако Бог Духом Спятым сделал вечный образ Иисуса Христа, именно которому и хочется, чтобы мы уподобились. Он есть единственный истинный подобай, которому нужно уподобиться. 8.29. Послание римлянам. Итак, читая книгу «Бытие», мы замечаем одну удивительную академическую историю – историю Адама. Адам, друг Божий, рожденный от Бога, сотворенный им, жил в Адамском саду. И для нас сама история впитана тайнами. Итак, Адам имел общение с Богом, и Бог не имел возможности в знойное время дня общаться с Ним. Он в прохладное время приходил к Нему и общался с Ним, потому что Адам не мог терпеть знойное время. А тем более мы должны разуметь, что если Он не мог терпеть знойное время, Он, конечно, если было такое, Он не мог бы и терпеть и зимнее, холодное время, суровое время более. Про образ нашей жизни. Как Бог с нами общается? Когда все нормально у нас, когда все хорошо у нас, тогда Бог с нами общается, когда мы общаемся с Богом. Бог дает свой голос, мы откликаемся к этому голосу и покоряемся Ему. Но когда вдруг солнце искушения, испытание пустынное окружает нас, тогда мы прячемся. И у Бога не получается, чтобы с нами контактировать, потому что мы отклоняемся, уклоняемся, убегаем от этого контакта. Тем более, когда Иисус сказал, что молитесь, чтобы убегство ваше было не зимою. Что такое зима? Это время, где холодное отношение к Богу, где любовь остыла. И человек, который не имеет в себе горячей любви к Богу, он не может во время убегства, искушения, испытания оставаться на месте верным Господу. Во всех отношениях Бог предупреждает нас. Итак, Адам в Итымском саду. Бог спросил, где ты, Адам? До этого Адам, когда согрешил, он заметил, что он наг, и вот он сделал, значит, фартук из листа смоковных деревьев, и этим покрыл себя. Вот лист смоковного дерева. Лист смоковницы. Понимаете, некоторые думают, что этот лист он взял, потому что это дерево было близкое, что это дерево и есть смоковница, от которого Бог приказал ему не кушать, не доврогиваться. Я не придерживаюсь таких мнений, просто это было удобно в данный момент под рукой, и он взял это, вот и все. Но сам образ и понятие смоковного листика, что это такое, которым вот Адам покрыл себя? Понимаете, я в некоторых моментах говорил, но я сейчас снова хочу говорить о том, что случилось в моей жизни очень интересное. После библейского университета я поступил, значит, в коровник работать там, и когда я подошел, чтобы доить одну корову, она, значит, свой хвост как бы бросила туда, где моча и навоз, и она как бы начала вилять этим хвостом, и хвост ударил мне по лицу, и вот это потекло по щеке, и мне было не по себе больно, трудно, я был удурчен. В общем, так. Но оставим это дело. Бог знает это. Бог знает это. Но прошли годы, прошли годы, и в моей жизни, в моей жизни началось то, знаете, к чему Бог подготавливал через это. Я не понимал Марка, евангелиста Марка. Марк среди четырех евангелистов единственный, который говорит, что после искушения в пустыне Иисус Христос общался со зверями. Почему он общался со зверями? Когда мы изучаем жизнь апостола Павла, он говорит, что какая мне польза, если мертвые совсем не воскресают, когда я боролся со зверями в Ефисе, со львами. Вы представляете? Что это такое? Я не знаю. Может быть, его бросили в этот ров. Может быть, он избавлен был Богом от этого рва звериного. Что за борьба, которая была у него? Что это значит? Я не могу сказать. Разное мнение есть об этом. Но что-то открывается. Потому что после этого искушения, сорокадневного искушения Христа в пустынного искушения, Бог позволил зверей окружить Иисуса Христа. И написано, ангелы служили Ему. Ну и что? После этого Иисус вошел среди людей. Звери. Бог подготавливал Иисуса Христа к общению с людьми. Звери не имеют интеллекта. А человек имеет интеллекта. Опасен тот зверь, который имеет интеллект. Этот человек очень опасен. В чем же опасность? В том, что человек, который не имеет Бога, он хуже зверя. Человек, не имея Бога, он способен на то, к чему не способен зверь. Потому что зверь есть зверь. У него звери не инстинкт. А у человека есть интеллект. Особенно свободное, которым он может покориться Богу, может покориться дьяволу. Что захочет, то и человек делает, за что и осуждается. И вот здесь замечаем нечто очень интересное. Когда, значит, после этого коровника, когда я уже годы прошли, в 2012 году я начал заниматься сантехникой. И там случилось очень интересное. Я когда резал трубы обратки, то есть канализационные трубы 100-мм из чугуна, чтобы менять эти трубы, вдруг под большой скоростью болгарки вот эта жидкость человеческого испражнения и мочи, которая осталась на поверхности трубы, вот как бы брызгнула на мое лицо. Я сразу вспомнил коровник. Я сразу вспомнил вот ту корову. Этот навоз, вот это униженное состояние после университета. Я сразу вспомнил. А тут это уже не корова, это уже человек. Это уже не навоз, это уже человеческое испражнение. Это что-то. И на мое лицо именно тогда, именно тогда, уже 40 лет и больше изучаю Писание, но именно тогда мне на ум Дух Святой привел пророка Иезекиеля. Бог приказал этому пророку, этому чудесному человеку, Бог приказал, когда он был в плену, приготовить свой хлеб, испекать свой хлеб на человеческом испражнении. Он так умолял Бога. Он просил, Господи Боже, в мое место никогда не входили нечистые. Прошел типа Господи. И Господь сказал, разрешаю тебе вместо человеческого испражнения употреблять коровый помет. Сейчас эти народы, которые на высокогорном пространстве живут, они берут вот этот коровий помет, они сушат это естественным образом под солнцем, и это потом сжигают. И как в печке, как дрова, они топят этим, и, значит, печи свои, и отопление этим делают, и на этом пекут. Вот. И некоторые делают маленькие норки, и там своих кур держат. Это очень удобно. Но вот Бог это позволил. Но это, само это понятие, было проклятие. Этим Бог показывал израильскому народу через пророка Эзекеля, что вы прокляты. Вот как вы будете кушать свой хлеб. Вот в каком положении вы будете находиться. Потому что вы идете против меня. К чему же меня Бог подготавливал? К чему? Когда Бог через коров меня подготавливал именно к этой болгарке, чтобы вот я это почувствовал, потом я понял, что Бог готовил меня к общению с людьми, как я должен был подготавливаться к общению, что скоро будут люди, которые будут в буквальном смысле этого слова на меня иметь отношение наплевательское. Мои проповеди, мое слово, духовная жизнь, служение. Это будет как бы позволено Богом топтать, уничижать, не принимать, противоборствовать. Иисус через своего слугу, через своего прекрасного сына Стефана говорит так, жестоковыенные люди, кого из пророков не гнали отцы ваши, а сейчас вы противитесь Духу Святому. Я понял, что когда Бог подготавливает человека, то этого человека подготавливает именно как пророка Исаия. Господь Игова дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает меня, открывает ухо мое, чтобы я перед Ним слушал, как учащийся. Господь Игова открыл мои уши, и я не воспросился, не отступил назад, но предал хребет мой бьюшим и ланиты мои поражающим, и не закрывал лица своего от поругания и оплевания. Почему? Ради чего вот все это? Ради только одного, чтобы Исаия мог словом подкреплять изнемогающего. Это обозначает, что Бог тебя, именно тебя, слушай внимательно, именно тебя, когда Бог подготавливает тебя, чтобы через твои уста, через твою жизнь, через твою бытие, через твою жизнь, как ты живешь, подкрепить кого-то, или народы, или человека, или людей, или соседов, или твою семью родную. Подкреплять Бог позволяет. Такое уничижение в твоей жизни Он подготавливает тебя. Что случается с тобою? С тобою случается то, что случилось с пророком Еремеей. Еремея говорит, 15 глава, 19 стих, «Наси, так сказал Господь, если ты обратишься». Друзья, неужели Он не был обращен? Значит, не был обращен, если Бог говорит. Но Писание говорит, что 1 глава, 5 стих, Еремеи, «Бог познал его с утрубой матери, Бог осветил его с утрубой матери, Бог его назвал по имени его?» это так. Ну и что? Когда Бог осветил его, это не обозначает, что он свят. Освещение в данном положении обозначает уединение, отделение. Бог отделил, уединил его для себя. Он стал сосудом Бога живого. Просто-напросто. Вот что называется осветил. Но он должен был обращаться, отчего? Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и ты будешь приставить при лицом моим. Боже мой, Неужели Еремия не предстоял перед Богом? Не предстоял. Не предстоял. Если бы он предстоял, Бог бы не сказал, что «И будешь предстоять перед лицом моим». Бог хочет, чтобы каждый человек предстоял перед ним. Но Еремия сам даже не знал об этом. Будучи священником из Анафофа, он будет человеком, который служил к Богу, и будучи избранником Божиим и помазанным пророком Божиим, он не предстоял перед Богом. Бог обучал его, а что мешало ему предстоять? Или что нужно было, чтобы Еремия предстоял перед Богом? Единственное, он должен был принимать собственный грех. Грех? В жизни Еремии был грех, да? Как в жизни каждого из нас? В чем заключался грех Еремии? Самое-самое тонкое то, что мы возьмем, это убеждение, это мышление. Как ты мыслишь, мой друг? Я спрашиваю тебя, как ты мыслишь? А ты мыслишь, как все мыслят, да? Потому что общество конкретно и четко влияет на наше мышление. Наше мышление формируется тем, что мы видим, с кем мы обращаемся, что мы видим. Наша опытность позволяет нашему мышлению формироваться так, как мы видим, слышим, смотрим и действуем. Итак, посмотрите. Если в вашей общине есть 500 человек, 1000 человек, 3000 человек, и все мыслят так же, как ты, то ты мыслишь так же, как они. А если вдруг они мыслят неправильно, значит, ты мыслишь неправильно. Если ты мыслишь неправильно, значит, живешь неправильно. Потому что человек живет так, как он мыслит. А Бог формирует мышление человека. Ибо кто познал ум Господень, чтобы дать ему совет, а мы имеем ум Христов. 2,16, 1 Коринфянам. Ум Христов нужно приобрести. Вот это мышление Христа Иисуса. Итак, давайте посмотрим. Еремия должен был принять свой грех. В чем заключался грех Еремии? Во-первых, мы сказали, что он должен был менять свое мышление. Да, с помощью Бога. Но Еремия, во-первых, это должен был видеть. Так что ты, во-первых, должен видеть собственный грех. Если ты не увидишь свой собственный грех, ты не сможешь никогда принимать это. Бог помогает тебе. Бог дает тебе благодать, открывает твои глаза, и ты видишь свой собственный грех. И тогда что случается? Как я могу открыться перед людьми? Тогда появляется образ Адама. Ты берешь лист смоковницы и покрываешь свою ноготу. Тебе кажется, что ты покрыт. Но это лжеправедность. Это ложь перед Богом. Бог это не принимает. Люди будут принимать. Бог не принимает. А ты знаешь, что ты лжив. До сих пор этот процесс, который был в Эдемском саду, случается с каждым человеком. Со мной, с тобой, со всеми людьми до момента. 13 глава книги Левит. Приблизительно 10-12. Там написано так. Если человек покрыт проказою с ног до головы, и нет там открытого мяса, но просто покрыт белизною, то эта проказа чистая, он чист. Я не понимал, как может человек прокаженный с ног до головы быть чистым. Оказывается, когда ты прокаженный, ты прокаженный, но ты не видишь это. Но когда ты прокаженный, и ты покрыт полностью проказою в белизне твое тело, это обозначает, что ты полностью покрыт грехом и полностью принимаешь свой грех. Ты не противишься Богу. Ты не говоришь, я сделал, потому что он сделал. Я сделал, потому что она сделала. Если бы они так не поступали со мной, я бы этого не сделал. Нет, ты просто соглашаешься с Богом. Я согрешил. Я виноват. Тогда Бог перед всеми людьми, перед твоими врагами, неприятелями, перед любящими тебя, перед ангелами, перед раем и адом, перед дьяволом, перед небесами, перед историей человечества объявляет ты. Ты чист. Ты чист. Тот, который принимает свой грех, тот, который не берет лист смоковницы и не покрывает себя, а стоит перед Богом и говорит, я грешник, Бог говорит, ты чист. Но это должно быть от всего сердца, от всей души. Иеремия должен был принимать свой грех. И тогда Бог поставил бы его, и он приставил бы перед Богом. Вы не удивляетесь, что 7.16, 11.14, 14.11 пророчества Иеремии, трижды Бог говорит, не молись о народе всем. С одной стороны, мы замечаем, что Иеремия молится за этот народ. Это хорошо. И Бог не обличал его, почему ты молишься. Не обличал, но говорили, не молись. Здесь это Богу нравилось, но с одной стороны, Бог хотел показать негатив Иеремии. Потом уже в третьей главе книги «Палач Иеремии» мы заметим, что Иеремия просит Бога, чтобы он своих гонителей уничтожал из-под солнца. Уничтожал. Начинает проклинать их. Да и в вражеских своих. Он часто проклинает их. Как может ходатай повернуться и проклинать их? Бог хочет, чтобы наше ходатайство было цельное, совершенное. Чтобы мы желали спасения этих людей, когда мы молимся за наших врагов, когда мы молимся за наших неприятелей, чтобы у нас не было вот этого смоковнего листа, которым бы покрыть нашу собственную наготу, но нам принять свой грех и помочь другим принять собственный грех. Как? Когда ты от всего сердца принимаешь свой собственный грех и уничижаешь себя перед людьми, другие люди получают возможность, как бы дух, укрепляются, чтобы принять свой собственный грех. И люди приходят перед Богом и открываются Богу. И Бог благословит их. Пусть Бог открывает эту тайну тебе через Христа Иисуса, который не боялся перед Богом ногим подняться на крест, который на кресте, в нагом состоянии, не сделав ни одного греха, принял грех всех человеков, тем более мои грехи, он, не стесняясь, он повернулся к Богу и ходатайствовал за меня и за тебя. Прости их, ибо не понимают, что делают. И Бог принял жертву Христа настолько чисто, что Он совершенно изгладил наши грехи.